добрый день и сравним сегодня два коптера которые похожи по размеру и по весу они оба маленькие не требует регистрации до 250 грамм первые это квадрокоптер от компании dji mavic mini 2 bug 7 от компании mjx оба складные или раскладные как вам будет угодно оба как я сказал уже маленькие оба по размеру тоже компактные по полету время у них разные по качеству съемки разные по подвесу они разные в общем на массе и на размерах у них сходство в основном и заканчиваются тем не менее у меня они работают вместе и часто даже друг без друга не работают почему я расскажу немного позже а пока давайте посмотрим в чем у них отличие и так первый дрон mavic mini от компании mji и так что можно рассказать про него ну во первых чтобы быть абсолютно честным я скажу что дроны сравнивал я в одинаковых условиях то есть это была одна и та же локация один и тот же день одно и то же место буквально все это было в течение одного и того же часа я полетал вдоль речки делал одинаковые пролеты что собственно говоря вы и увидите поэтому я могу сказать что объективно это все и параметры настройки были выставлены тоже примерно одинаковые то есть и там и там стояло видео на 2 и 5 на 2 и 7 к фото снимал я правда на бакс 7 в 4 к но и по моему и на мавике тоже снимал фото в этом обзоре фото не будет мы будем сопоставлять только видео и так ну собственно говоря мавик в чем его отличие ну в том что у него есть с трехосевой подвес и на этом видео сразу видно прошу прощения за тавтологию что стабилизатора отрабатывает вполне себе нормально хочу сказать что порывы ветра были достаточно существенные иногда даже писал что сильные порывы ветра самки сам снижайтесь я высоко не поднимался летал вдоль реки туда-сюда дело разные маневры провороты повороты и так далее вот ну и собственно говоря все было а нормально проработал все режимы и спортивные и режим позиционирования из съемки режим вот такое видео которое сейчас на экране видно небольшие подергивание да но я думаю что это связано скорее всего с карточкой надо карточку было вставить более скоростную тогда подергивание таких не возникнет когда мне стояла другая карта высокая скоростная на 120 метров 128 мегабайт гигабайт прошу прощения то подергивание таких не было вот послушные воздухе висит стабильно очень то есть после взлета зависает намертво несмотря на порывы ветра даже не качается когда оставляешь на высоте его в какой-то точке можно не беспокоиться что его куда-то там унесет немножко ветер вот где оставил его там и найдешь это очень ценно несмотря на весу нормально из это говорит о том что и геолокация хорошо работает очень то есть никуда не сдвигается но есть одно но вот как раз это геолокация это его и может быть небольшой минус он к ней настолько сильно привязан что там где есть глушители какие-то какие-то проблемы то дрон можно в общем то потерять глушилка может его просто убить отправить его в какую-то другую сам точку по координатам он может себя почувствовать в другой стране или рядом с аэропортом и начнет садиться если он вне поле вашего зрения вы его просто потеряете я так потерял хапсан зина про думаю что ошибки в полете не было просто мы были на дамбае рядом была с границам видимо зона такая не полетная взлетел там в ущелье дрон сразу перестал слушаться потерял управление и направился благополучно прямо в скалу вы начнущили в сторону вот и все а выключить там эти датчики ну у меня не получилось ли я об этом даже не задумался думал что все нормально будет потому что перед этим я нормально летал и без проблем вот но зато по датчикам все получается хорошо он может и без датчиков летать но понимаете дрон то подороже и потерять его будет обидно поэтому летать можно прекрасный из съемки делать только в тех зонах где вы будете понимать что проблем не будет а вот что теперь касается бакс сэвен но вот тут сразу понятно что стабилизатора вообще никакого нет носится он спорт режиме как черт поэтому все получается довольно резко и видео получаются весьма такие агрессивные то есть на нем снимать очень хорошо как раз агрессивный полет если летать быстро с управлением все хорошо получается то есть умеешь хорошо зарулить отруливать видео просто фантастические как со спортивного коптера могут быть плавные пролеты на делать довольно тяжелого если медленно лететь вот он видно покачивается плавно пролет но наоборот хорошо снимает ровно если лететь быстро тогда ветер его меньше колеблет это не так заметно и можно снять ровную хорошую панораму отлично он отрабатывает фото в 4к хорошие получаются снимки держит отличную высоту сопротивляется ветру тоже замечательно но у него в отличие от мавика есть особенность он конечно воздухе покачивается он на себя позиционируя может отлетать немножко в сторону на метр на полтора даже переместиться если на высоте на большой около земли работает оптический датчик он там конечно поменьше перемещается но тоже плавает вдоль земли ну сантиметров на двадцать может перемещаться в каждую сторону отличие от мавика который колом просто висит так вот чем хорошим его можно засылать на разведку перед мавиком то есть обследовать саму локацию посмотреть с высоты какие лучше пролеты сделать и если глушилка будет но не так страшно при случае чего потерять такой дрон который стоит несколько раз дешевле мавика хотя конечно тоже жалко безусловно мне он очень нравится он такой у меня разведчик более того без gps датчика я летаю на нем вообще мы пролетаем черти знает где можно подлететь что-то посмотреть он у меня падал но не убиваем и вообще даже лопасти не ломаются недовольны гибки вот если на них какие-то самзадиры появляются я просто пилочкой для ногтей подравниваю он отлично дальше работает вот поэтому если у вас два дрона есть они прекрасно друг друга дополняют на этот можно сделать отлично фото то есть просто подняться вверх осмотреть локацию пролеты сделать сделать пару фотографий вот и потом уже поднимать дальше мавик если будет понятно что не глушилок нет ничего нет все работает но примерно так